Это 12 серия летсплея Техномагия 3 Перерождения. Я начинаю новый летсплей с огромным количеством модов, нацеленных на магию, механизмы, путешествия и куча всего другого. На сборке присутствуют такие сущности, как творческие предметы. Кто не знает, это самые имбовые вещи в игре, некоторые из которых позволяют даже дюпать жидкости, энергию и предметы. Но имеют просто бешеные крафты, требующие тысячи, а то и сотни тысяч разных ресурсов. И моя цель на этой сборке это скрафтить все творческие вещи. Каждый раз в начале серии я думаю, с какого бы интересного момента, а лучше даже смешного ее начать. И знаете, я осознал такую вещь, что я никогда не здороваюсь. Нет, ну это и так было понятно. Последний раз, когда я здоровался в начале серии, это, по-моему, было аж во второй Техномагии, и то даже в последних сериях я перестал это делать. Поэтому сегодня супер неожиданное начало. Всем привет, с вами Иван Челый, и мы продолжаем играть на Техномагии 3 сезона. Офигеть. Максимально непривычно, хотя за кадром я иногда это говорю, чтобы размять голос. У кого-то традиция это приветствовалась. У меня в начале нифига нет никакой традиции, все время все рандомно, непонятно, и какая-то ерунда происходит. Так, собственно, я прибежал на ферму дерева, давайте вспомним, что мы делали в предыдущих сериях, но сначала посмотрим, сколько золотых яблок накопилось, и не смотрите, что их так мало, потому что я их уже забрал. Недавно я вообще офигел. Подожди, я их забирал несколько минут назад, что уже 30 штук накопилось, странно, до этого было 150. Короче, и события последних новостей, в смысле новости последних событий. Короче, ема. Я теперь питаюсь только золотыми яблоками, потому что я гриб красный, о, видали, оно автоматически сожралось вообще, я даже ничего не делал, это все магия, магия темная. Чувырла железная так и не вырастила у себя на гробу, железный нарост, но вы, кстати, подсказали в комментариях, по-моему, один комментарий был, то, что ее нужно кормить какими-то корнями, а второй коммент, что ее надо в шахту, отвезти ей там, пусть сидит она. Дура ее закрыть там в коробке, и все, пусть помирает. Давай я нашучу на самом деле. Возможно, там биом шахт как-то на нее воздействует. Давайте я посмотрю, что это за корень такой, может, действительно есть какой-то корень из мода Кварк, наверное. О, пещерный корень, погоди, у меня такие были. Вот, 5 пещерных корней, ну-ка я ее кормлю. И реально, офигеть, подожди, я могу их размножать, что ли? А если еще? Да, у меня так много нет. Ну что, 3 штуки осталось. Э, все, теперь будем наблюдать, возможно, у нее что-то вырастет на гробу. Но слушай, если я могу их размножать, это по идее, и если можно, наконец-то, вот у них будут на гробу расти эти все ресурсы, то я могу прям реальную ферму сделать, ну ладно. В предыдущей серии мы занимались суперзачарованиями, я сделал новые книжные полки, и оказывается, их вообще можно было зачаровывать. Нет, я это и так знал, но я мог это, блин, делать прямо на чародейском столе, а я думал только на наковальне с помощью книжек. Поэтому ворую сразу какой-нибудь, ну-ка, вот эту вот я ворую, а почему она киркой ломается? А, потому что она адская. Ну-ка, и сюда я ее кладу, и реально могу зачаровать, но почему-то на первой и второй не могу, странно. Ладно, давай делаю это, и получаю слияние с Незером. Как раз-таки то, что и нужно было. Черт, так я... Я мог так просто сделать новые вот эти книжные полки, пылающая адская книжная полка, а также цветящаяся. Спасибо за комменты. Вот я их вставляю даже, чтобы вам было приятно. Поэтому пишите максимально комменты, вообще можете по любому поводу писать. Я вот, например, давайте вот этот ставлю еще, вот этот и вот этот. Пофиг, что они абсолютно ни к чему не относятся, но... Ммм, да. Так, я сломал еще одну книжную полку, давайте ее тоже попробуем зачаровать. Опа, а теперь первый и второй уровень доступны. Блин, странно. О, стоп, что? Слияние с Незером третьего уровня на втором, а нафига тогда я как-то странно зачаровал? Ладно. Я заметил то, что чем выше это слияние с Незером, тем больше характеристики, как логично, да, и не странно вообще, ни в какую. Давайте я возьму светокаменной пыли, которой, блин, у меня всего 10 штук. И, ммм, черт, мне даже на одну книжную полку не хватает. Ну-ка, второй рецепт какой? О, огненные заряды и огненные порошки. Ну-ка, одну книжную полку я такую создам, слияние с Незером первого уровня буду использовать, а погоди, а я первого не могу. Стой, подожди, что за бред? А, нифига себе, чтобы вот эту скрафтить, нужно уже слияние с Незером третьего уровня, а погоди, а вот там, так, тут тоже третьего и тут тоже третьего, блин. Ладно, пофиг, потратим эти ресурсы. В любом случае, эта книжная полка где-то в 2-3 раза круче по характеристикам. А, нет, даже где-то в 2 раза, ладно, нормально. Только я не понимаю, что значит максимально 30. Вот это написано. Это типа, я эту книжную полку могу так прокачать, или вообще с помощью этих книжных полок я максимально могу такое значение набрать? Пишите в комменты. Итак, теперь я ставлю эту книжную полку. А ну-ка, если я эту поставлю, она будет светиться? Нифига она не светится, говно какое-то. А если сломаю зачарованное? Да, всё нормально. Теперь пробую сюда что-нибудь добавить. Ну, толком ничего не поменялось. Я уже хочу, наконец-то, эту аркану. О, кстати, тут было описание, погоди. Он делает редкие зачарования более доступными и увеличивает количество зачарования на предмете. Я, в принципе, это и так знал. Но чтобы это сделать, как мы уже поняли, мне потребуется светокаменная пыль, поэтому я сейчас отправлюсь в Незер. Но сначала ещё один лайфхак давайте обсудим. Я у вас две серии назад спрашивал, как вот это говно остановить, чтобы оно тут не грумчало. Потому что вот это вот, вы слышите вот это говно? Почему не слышно? Так, я его не останавливал, но его почему-то сейчас не слышно. Ладно. Главное, что вы мне подсказали, каким образом я могу это сделать, точнее всё останавливать с помощью, например, рычага. Я могу либо выключать вентиляторы с помощью вот этого рычага. Я не понимаю. Ну-ка, почему? Почему не слышно? Оно же всё время тут орало, как говно немытое. Ладно, но этот рычаг очень далеко находится, и есть ещё одна интересная мысля. Но также вы мне подсказали, что я могу скрафтить сцепление. Оно будет останавливать ход кинетической энергии. Если я его здесь поставлю, то подожди, вот я его активирую, и по идее прекращает крутиться. Ну-ка, но вот это не прекращает, ааа. Мне её нужно поставить как минимум где-то между вот этой шестерёнкой и вот там. Короче, сцепление не работает. Ладно, звуки сами по себе пропали, поэтому всё, посрать, короче. Само собой оно решилось, но всё равно спасибо, комменты вон я тоже вставил видос. А теперь бегом в Нижний мир добывать светокамень. А вместо светокамня я нашёл аванпост, но не разбойников, а походу пиглинов. Стоп, что это такое? Это визеры? А, нет, обманули меня. Вы чё тут хоглинов, блин, попрятали, ироды? Они, конечно, сейчас меня убивать будут. Ну-ка, выходи, я тебя освобожаю, ирод. Он меня бьёт? А, ему пофиг. А, нет, не пофиг. Ладно, раз уж я нашёл эту тему, давайте посмотрим, что они тут понапрятали. Адские наросты, разумеется, это... А почему они меня не бьют? Я знаю, почему они меня не бьют, потому что у меня теневой шаг. Какого он там уровня, я забыл тебя? Четвёртого уровня, я же в предыдущей серии накладывал, видите? Этот дебил только заметил меня, когда я вплотную к нему подошёл. Офигеть, вот я же говорил, это имбовое зачарование, смотрите. Ну-ка, дайте я убью этого дебила. А, сразу меня обнаружили, ироды. Теневой шаг даже не помог. Ну, тогда буду убивать вас всех. Убивай! Изи! Эх, товарищ! Отлично, больше четырёх стаков светящегося камня добыто. И смотрите, что я заметил. Это просто невероятно. Вот я стою на таком расстоянии. Ну-ка, ещё чуть-чуть поближе, давайте подойду. Подхожу, подхожу. И вы просто... Вы глядите. Почему? Почему я на таком огроменном расстоянии могу ставить блоки? Я даже не понял, в чём прикол, из-за чего это произошло. Но, похоже, какое-то зачарование на моей броне добавляет такую возможность. И я даже вот попробовал найти, и не понял, что это такое. О, чё там летает опять этот хрыщ. Хрыщ-ванищ. Блин, и на самом деле это очень печально, потому что я хотел использовать мод и идолон, чтобы скрафтить специальную перчатку чернокнижника, чтобы у меня было плюс три к досягаемости. А теперь я, блин, и без этой перчатки могу там на десять блоков вперёд ставить их. Офигеть. Но я всё равно её скрафчу, потому что надо больше, больше надо. Чтоб гриб до конца мира смог дотягиваться рукой своей грибной. Я, кстати, тут вот эту фигню нашёл. Давайте в сундуке обутаем. А раз уж у меня теперь куча свитокамня, то я делаю, во-первых, блоки свитокамня, а во-вторых, мне опять потребуется книжная полка со слиянием Незером третьего уровня, поэтому надо её искать. Блин, только второй попадается. А, ну в принципе, я же могу их разочаровать, а знаете, что мне ещё интересно? Могу ли я совмещать книжные полки на наковальне? И... Да, реально могу, но тогда тратится книжная полка. Блин, на самом деле у меня сейчас опыта гораздо больше, чем ресурсов, которые я трачу на эти книжные полки, поэтому давайте я лучше разочарую и снова зачарую. Третий уровень, видимо, супер редкий, или это потому что у меня не прокачаны как раз-таки вот эти характеристики толка, поэтому ладно, одну всё-таки я соединю, бамс, получаю, и чёрт! На самом деле это капец как дорого получается одну такую книжную полку создавать. Блин, поставил. Но мы можем обрадоваться, потому что наконец-то я прокачаю аркану плюс 5%. А, я же могу её ещё, получается, зарядить, в смысле зачаровать? Нет, оказывается, не могу. Ещё вы мне написали в комментариях, что максимально эффективно книжные полки будет ставить вот на этом уровне, а также на этом. Третий вроде бы не работает, также я могу заполнить углы, и, в общем, вот с этой стороны тоже их поставить, короче, это очень много. Мне ещё книжных полок потребуется, а эти, блин, чё мне тогда придётся от окон избавиться? Ладно, вот так вот будет. Ну-ка, и неужели, неужели аркана, да, намели пусечку, пи-пи-пусечку просто там продвинулась, но, наконец-то, уже прокачалась. Кстати, а нафига мне мотыга на эффективность 4? Ладно, пусть будет автоплавка, что? Что? What the fuck? Ну-ка, погнали, попробую вспахать. Эх, говно какое-то, срань. Короче, сейчас я максимально попробую то зачаровать эти книжные полки, ещё скрафтить дополнительные, чтобы максимально их поставить, и я уже, кстати, ещё одно слияние с Эзером 3-го уровня получил, поэтому погнали. Сделаем ещё одну светящуюся, чтобы прокачать аркану, и вот, на самом деле, я не знаю, что сейчас лучше прокачивать. Вот эту вот кванту с Этерной или аркану. Пофиг, пусть будет, короче, аркана. Что? Я получил слияние с Эзером 4-го уровня? И такое имеется, оказывается. Короче, всё, я потратил кучу ресурсов, кучу уровня. И в итоге получилось прокачать эти характеристики до такого уровня, то есть у меня уже Этерна больше 50%, и это, блин, не может не радовать. Ну-ка, давайте я попробую. Офигеть, да, я уже вижу, смотрите, бичи ленинста ногих на седьмой уровень. Да, я добился этого. Не, ну это, конечно, не максимально. Прикиньте, что будет, блин, если оно вообще максимально будет вот это вот всё прокачано, поэтому я обязательно должен идти в Эндер Мир, убивать дракона, крафтить эти самые крутые книжные полки, и всё. Это у меня будет самое топовое зачарование. Так, а сейчас я, допустим, попробую зачаровать том для шахтёров, и посмотрим, чё, мне офигеть, сколько мне всего выпало. Увеличение опыта 4-го, тут и автоплавка, и печать души Nature's Man, короче, вау. Но даже учитывая это, сейчас не очень телесообразно тратить опыт на зачарование, и книжки, и так далее, и инструменты. Лучше я за несколько серий прокачаю максимально этот чаротейский стол, и уже получу самые имбовые зачарования, да? Чё, вырва железная, да? Ей пофиг. Ну, а раз уж мы всё-таки продолжаем заниматься всей этой темой зачарованиями, опытом и так далее, то, как вы понимаете, мне для этого нужно просто гигантское, просто гигантское количество опыта. А у меня только 63-й уровень, и то, если бы я сейчас поназачаровывал там на вот эти 60-е и так далее уровни, у меня он бы сейчас просрался быстро, я вам отвечаю. Именно поэтому просто Майкрафт сам нас наталкивает, а именно этот мотопофеозис построить ферму, блин, долбанного опыта. Очень эффективная есть на Эндерменах, да, мы все её строили, очень большой слой из нас, точнее, её строили, там куча опыта можно было получать. И я, конечно, обязательно её сделаю, но я хочу убить дракона в следующей серии. А, как вы знаете, ферма Эндерменов именно и строится в крае, там не 100% придётся убивать дракона, поэтому я сейчас спустился в шахту, и вы уже могли догадаться... Так, Ироды, хватит меня бить, я пришёл вас тут убивать, а не вы меня. Как вы уже могли догадаться, я хочу сделать автоматическую ферму на Блейзер и прокачать этот спавнер. Да, потому что я в предыдущей серии всё так хвастался, что можно прокачивать спавнеры, что можно их переносить с помощью шёлкового касания, но так это и не сделал. Короче, строим автоматическую ферму стержней Эфрита, потом какие-то сердца огненные с них выпадают, кстати. А, вот, да, они реально расплавленные сердцевины, тоже я из неё могу много всяких штук крафтить, и даже огненные стержни, кстати, прикол, надо будет потом посмотреть все крафты. Ну и третье, это опыт. Всё, короче, хватит базарить, погнали, а, горю! Итак, на предыдущей ферме мобов, а именно зомби, чтобы их всех собирать в одной точке, я использовал потоки воды, вот как вы можете заметить. И, в принципе, это работает эффективно, но... Я скрафтил 16 вентиляторов, которые отталкивают существ. Давайте я попробую для теста его куда-нибудь вот сюда поставить. Смотрите-ка, ставлю его, далее активирую рычагом, бамс, его... О, сносит говно. А, кстати, подожди, он сносит вот до этого блока, по идее. Так, 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 погоди, погоди. А, вот даже... Да отстань от меня, дебил, ты что не видишь, я проверяю вентиляторы. Короче, вот сюда, вот в эту ямку их будет сносить, и здесь я дальше их буду уже толкать вот в эту точку, и тут они будут помирать, короче. Ну всё, вы поняли, вы подыхать будете, дебилы. О, о, цундук этот, из него выпадают всякие артефакты, надо его обязательно убить, и, кстати, мне интересно, что будет, если я убью его топором на удачу пятую. Ну-ка, смотрим, что выпало. А, нет, всего лишь одна шляпа суеверия применяется дополнительный уровень добычи к убитым сущностям. Блин, это что, шестой уровень у меня уже добычи будет? Ну-ка, погнали надевать быстрее. Всё, я лепрекон. Короче, всё, погнали ставить вентиляторы. Далее вот здесь выкапываю яму, как я сказал. И ставлю два вентилятора с этой стороны, а также с этой. А, не, нифига, погоди, я могу тогда спокойно передвигаться. Чёрт! Работает не так, как надо. Да к тебе вы и зомби откуда-то берутся. Ладно, с этим я давайте разберусь чуть попозже, а сейчас давайте скрафтим штуку, которая будет убивать Ифрита. В прошлый раз я использовал обычные железные колючки, но проблема этих колючек в том, что мобы, которые на них умирают, с них не выпадает опыт. А также предметы, которые могут выпасть только если убивает мобов игрок. А вот эта вот штука, которую я нашёл, вот называется она моб чё-то мэшер, короче, и там месилка мобов, она будет и опыт с них выбивать, и предметы, которые может только игрок выбить. Короче, нереально ебовая штука, она крафтится как раз-таки из этих железных колючек, и я сейчас буду её делать. И, бамс, готово. Конечно, дофигече нужно железо, и, блин, она у меня опять закончилась. А, ну, руда, в принципе, есть, я переплавлю. Капец, ресурсы быстро уходят вообще. Пока что я абсолютно не знаю, как она будет работать. Давайте её поставим, ну, допустим, куда-нибудь вот сюда. Ну-ка, я если на неё тыкну, то ничего не происходит. Возможно, ух ты, я ещё могу улучшение сюда запихивать. О, о, Ифриты, ну-ка, ну-ка, будет умирать? Эх, чё-то не умирает. Походу, её надо активировать, да дебил. Лезет и лезет. Ну-ка, если я поставлю рычаг, то да, смотрите, она начала крутиться, но Ифрита не достаёт, блин, он должен прям на неё тыкнуться, да? Ну-ка, давайте я сам попробую туда залезть. Вот я лезу, и мне, мне вроде урон наносится. Или это от Ифрита? Ох, туда нормально наносится. И, господи, неужели всё, наконец-то я доделал полностью эту схему? Я скрафтил вообще ещё другие фены из моба-моб Гринди Кутилс. И, кстати, их тоже можно улучшать. Типа, увеличивать их радиус работы, силу, там, по-моему, вот этого ветра и так далее. Ну ладно, мне это уже не нужно. Всё, у меня всё потрясающе офигенски работает. Осталось только сделать так, чтобы забирались ресурсы, а также опыт, который выпадает с Ифритов. А я, кстати, погодите, я не проверил, выпадает опыт вообще или нет. Надо куда-нибудь в далёкое место встать и посмотреть. Ни у кого она не подохла. Ох, выпадает опыт, ооо, да. Стоп, и даже что? Мне выпали алмазные ботинки на мрак и прочность. Кого они могли вообще выпасть? С Ифрита? А, собственно, для собирательства я нашёл просто идеальную воронку. Называется она... Фиг его знает, как называется, абсорбшн. Надо было английский в школе учить, а не грибовский. Переводится она как воронка поглощения. Её фишка в том, что она работает дистанционно, то есть я, по сути, могу её поставить где-нибудь вот здесь. И осталось только присоединить выходы. Например, сверху... Откуда скелет взялся? Ирод? А, блин, да, это потому что территория не освещена. Короче, сверху я поставлю бочку, и здесь офигеть просто какой интерфейс. И как вы видите, она уже притягивает и предметы, и опыт. То есть это просто, ну это шикарно, шикарно. Так, давайте сверху сделаем, чтобы выходили предметы. А, это вниз, погоди. Вот, вверх предметы. А снизу как раз таки будут только не предметы, а здесь мы поставим апфлюид. Ой, блин, опять всё перепутал. Вот здесь вот так, вот здесь вот так, всё. Снизу я ставлю танкер, который просто максимально легко крампится, и в нём может храниться 32 ведра... Господи, что я говорю? В нём может храниться 32 ведра опыта ДЛ, вообще любых жидкостей. И вон, как вы видите, опыт... Ну чё? Погнал! Поехал! По сути, ферму можно уже считать готовы, и она работает. И тут даже скелеты сраные, непонятно откуда берутся. А, стой, 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 стой. Ха, я понял, ну-ка, подожди, куда это делать? Да, я застрою. Я понял, откуда скелеты спавнятся. Здесь же прямо под этим спавнером ифритов был ещё какой-то другой, ну-ка. Да, вот он тут, говнёк, спрятался, офигеть. Это у меня, получается, двойная ферма. Так, вот это сейчас всё расчистим. Вот добуду я шёлковое касание, и, по сути, я этот спавнер могу туда же перетащить, его ещё и улучшить. Кстати, это тоже надо будет улучшить, и всё. У меня будет прям куча всяких ресурсов фармиться. Блин, да тут ещё один спавнер! Сколько их тут в одном чанке находится, вот это лафа! И последнее, что я бы хотел сделать, это, как я говорил, улучшить, во-первых, спавнер, а, во-вторых, улучшить вот эту всю молотилку. С помощью улучшения я могу ей повысить остроту, то есть чтобы урон больше наносился. Также добавить поджигание, увеличить радиус её работы, но, в принципе, это всё мне нафиг не требуется. А вот увеличить удачу, которую тоже можно это сделать. И, по-моему, здесь можно сделать удачу 10 уровня, народ. Это трендец, я не подожди, это вообще жёстко. Короче, крафчу улучшения, запихиваю их в молотилку и проверяем. Я полностью очистил бочку. О, например, заспавнился кто-то скелет, сейчас заспавнится и смотрим, сколько выпадет ресурсов с одного скелета. Всё, он сдох. Вы гляньте, 6 собакокостей, 6 стрел! Ну это точно, это точно мощь. Нет, давайте ещё кого-нибудь, ну-ка, пусть ещё сдохнет. Главное не гриб. О, всё, заспавнились ифриты. Смотрим, смотрим, и ещё скелета там поднаспавнилась. По-моему, 2 ифрита, 1 скелет и сейчас... Не, вы гляньте, вы гляньте, как это прёт всё, сколько ресов! А здесь что? О, это трындец, всё, я богатый, короче, и опыт у меня тут, и ресурсы, кстати, и опыта. Подожди, уже 11 тысяч накопилось, а как мне его забирать, я что-то не понял. А, всё, нашёл, скрафтил вот такой вот краник. Ну-ка, присоединяю его, нажимаю и опыт выплёскивается. Да, всё, а я стою такой и забираю его. Ну-ка, посмотрим, сколько с 11 тысяч я получу уровней. На 70 уровне, по идее, я 3, 3 левела получил, и это очень, это просто за несколько минут, можно сказать. Ну вот, что самое главное, это улучшение, которое позволяет игнорировать присутствие игрока у спавнера. Но, как вы можете заметить, нужда звезда Незера. Поэтому пока что я не могу позволить себе это улучшение, но зато вот что я могу сделать. Во-первых, повысить максимальное количество спаунившихся веществ, фу, этих существ за один раз. То есть, обычно у нас может заспавниться там, по-моему, максимально 3 штуки, и фрита там 4 штуки, а я могу сделать, чтобы их 10 спавнилось за раз, прикиньте. А также уменьшить задержку, чтобы мобы спавнились гораздо быстрее. Для этого всего мне потребуются такие ресурсы. Много сахара, много часов обычных золотых, а также маринованных получих глазов. Г-глазов. Г-глаз. Главное, не гребных. Поэтому я крафчу кучу часов, кучу сахара. А для маринованных получих глазов, как мне стыдно в этом признаваться, мне не хватает коричневых грибов. Но благо я выращивал мистические растения, и грибы я эти могу крафтить из эссенции. Давайте посмотрим, сколько ее, кстати, очень мало, блин, накапливается, я не понимаю, почему мне потребуется природная, а также земляная эссенция. И давайте посмотрим рецепты. Вот таким макаром я могу крафтить как и красные грибочки, так и коричневые, вот их и делаем. И получается 38 маринованных получих глаз. А, подожди, мне сколько не надо, по-моему, максимально можно сделать 20. Как раз-таки эти глаза будут увеличивать количество спавняющихся существ за один раз, и максимально это значение равняется 20. В общем, все, хватит болтать, давайте я телепортирую в шахту и иду улучшать спавнер. Делать это тоже вообще не сложно, просто надо тыкать вот этими всеми предметами. О, мне дали достижение, кстати, а как мне узнавать? Погоди, а как я пойму, сколько каких улучшений я впихнул? Ну ладно, давай сначала вот этого всего, маринованные глазки, а, все, максимально, я так понял. Далее часов напихнем, ну и сахара. А, все, походу я максимально улучшил. Ну-ка, давайте теперь проверять, сколько будет спавниться мобов. Ну, пока что я не замечаю, чтобы они начали быстрее спавниться. Кстати, я мог отсюда улучшать, блин. У меня же супер длиннющая рука, э. Блин, по-моему, после улучшения они вообще не спавни... О, 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 за один раз, по-моему, штуки 5 сейчас заспавниваются, но почему так долго? Блин, я не понимаю, откуда столько брони, офигеть, сколько брони тут. В общем, давайте вот что я попробую сделать. Я про АФКшу где-то минут 10, я чуть-чуть за шляпа забытого выпала, ладно, потом посмотрим. Про АФКшу и посмотрим, сколько накопится ресурсов и как вообще будут эффективно мобы эти все спавниться. Итак, буквально минут 20 я про АФКшу и давайте заценим, даже, наверное, 15 минут, сколько накопилось ресурсов. Раз, а, кстати, опыт. Фу, 81 уровень, блин, а сколько до этого было, я не помню. Ха, ладно, открываем бочку, раз, два, три. Охренеть, ядрить. И это все за 15 минут, да вы что, с ума сошли? Народ, алло, это что такое? Это полностью алмазная бочка, все мне стержни и фрита вообще не нужны. Не, вот это мощь, слушайте, я вообще не могу нарадоваться. Так, а что-то супер имбовое выпало? Не, практически все одно и то же попадало, броня там со скелетов и так далее. А подожди, а сколько костей? И костей много, но стержни здесь просто, просто тьма тьмущая. Пока что на данный момент, на этой сборке, это самая офигенная ферма, которую я только строил. Она и опыта тут, и ресурсов, но все равно опыта недостаточно, конечно, 80 уровень, но я хочу, чтобы еще более быстрее фармивалось. О, черепаха. Именно поэтому, чтобы все это было гораздо быстрее, я буду делать ферму на эндерменах, именно в краю, но это уже в следующей серии, скорее всего, или просто дракона убьем, посмотрим. Вы пишите в комментариях тоже идеи свои. Ну а с вами был Иванчев Олебрекон, всем пока. Я сегодня и поздоровался, и пока сказал в конце серии, какая это вообще необычная серия, да? Ты на мой канал подпишись, ты забыл оформить подписку, ты оформи ее, а там же лайк и поставь.